Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Кратко сегодня затронем ситуацию на крипторынке. Рассмотрим биткоин, рипл и эфириум. Ситуацию по Альте разберем локально и среднесрочно. По биткоину же еще затронем глобальную ситуацию. Собственно говоря, добро пожаловать на график, не будем ничего затягивать. Начнем с вами с биткоина. Причем биткоин сразу посмотрим на более крупных таймфреймах. Здесь после отката мы с вами наблюдаем явно сформировавшийся среднесрочный канал и массу локальных каналов, соответственно, которые мы удерживаем. Также, если рассматривать локальную ситуацию по рынку, вот этот момент, где я говорил, собственно говоря, будет отскок. И здесь мы с вами получаем локальный аптренд. Нижняя поддержка аптренда совпадает с поддержкой, в принципе, среднесрочной. Также тут у нас есть довольно неплохой покупатель. Вероятнее всего, в данной ситуации мы с вами будем наблюдать некую консолидацию. Повторный тест ключевого уровня. Эти уровни действительно довольно важны. И здесь уже, конечно, нужно будет смотреть в моменте, но я думаю, это будет выглядеть как-то так. Повторный тест. И дальше мы с вами уйдем на добор ликвида. Вероятнее всего, здесь объемов не хватит на пробитие поддержки вот этого канала среднесрочного. Вероятнее всего, пойдем на добор ликвида в уровень 8.800. Что же касается более глобальной ситуации. Как я уже вам рассказывал, что здесь есть вполне сформированный нормальный сетап. То есть, здесь у нас было накопление явное. Но объемов на выстрел выше не хватало. Здесь я рассматриваю все-таки ситуацию с тем, что здесь будет усреднение крупных позиций. И потихонечку мы с вами будем выходить выше. Пока что говорить о том, что у нас там будут какие-то предпосылки к тому, чтобы идти вот к этим уровням, вот к этим вот уровням, к сильному сливу. Потому что это, в принципе, один канал поддержки. Но если идти к этим поддержкам, пока довольно рано. Потому что в моменте у нас везде на уровнях довольно неплохой покупатель. Это раз. И здесь в обязательном порядке надо обращать внимание на то, что реально появились объемы. То есть, здесь реально идут проторговки. И не то, что на уровнях выше, когда реально торговались там раз в час боты, сами у себя выкупая, продавая. Здесь мы наблюдаем абсолютно здоровые движения, абсолютно хорошие проторговки реального продавца, реального покупателя. Теперь давайте разберем Ethereum и Ripple. Но прежде пару слов о спонсоре данного выпуска. Друзья, спонсор данного выпуска – это сингапурский мультивалютный криптокошелек EXO. Данный кошелек вы можете использовать исключительно для хранения криптовалюты. Вот, как видите, здесь есть активы. Но, соответственно, есть еще вариант инвестировать в сам проект EXO и получать от 3 до 19% ежемесячно. Данный проект аналогичен клаунтокену, но имеет ряд преимуществ. А именно, цена токена на самом старте, международное развитие, кошелек есть уже в App Store, публичные админы, офис в Сингапуре. Основные направления деятельности кошелька – это туристические путевки, мобильный кошелек, криптовалютная биржа, бот для трейдинга криптовалют, Digital Academy и также платежные системы с собственными картами. А также, в отличие от клаунтокена, реферальная программа тут стоит 300 долларов. Также я вам напоминаю, что данные проекты высоко рискованные. Это не обман, но в такие проекты надо заходить первым и вовремя всегда выводить свои заработанные средства. Жадные люди в таких проектах просто теряют свои деньги. Ссылку на установку приложения вы найдете в описании. А мы с вами продолжаем. Что касается ситуации по эфириуму. Ну, вначале я хотел бы обратить ваше внимание, что я неоднократно говорил, что мы придем в уровень плюс-минус 200 долларов. 197, 202, как раз это плюс-минус идет сопротивление данного канала. Что мы сейчас наблюдаем по эфириуму в моменте? В моменте у нас строится с вами явный аптренд. То есть вот у нас, если смотреть по фракталам, формируется явный канал восходящий. Здесь у нас был ложный пробой, который вернул нас в канал. И здесь надо на самом деле отслеживать, как будет себя он вести у границы канала. Плюс еще мы можем обратить внимание, что здесь нижняя граница канала, она является также и поддержкой. Также здесь стоит учитывать то, что неплохой довольно покупатель. Плюс защитные ордера находятся ниже. Поэтому все же здесь я рассматриваю продолжение движения внутри канала. Думаю, данное движение уже скоро должно будет пойти на коллекцию. Но все же мы должны будем отыграть еще раз, я думаю, тест уровня 200 долларов. И там уже будет уход на какую-то там среднесрочную или локальную коррекцию. По крайней мере, с текущих значений в уровень 190-192 я все-таки эфир жду. Думаю, отсюда мы будем получать отскок. Что касается ситуации по Ripple. Напомню то, что в прошлых выпусках я его ожидал за уровень 28 центов. Актив сходил на этот уровень. Дальше, соответственно, у него были проторговки. Дальше я уже писал в чате, что там от 27,9 уже есть смысл закрывать позиции. Лично я позицию закрыл, перезашел сразу на уровне 0,27. То есть сделал себе скидку в 1 цент. Несмотря на то, что сейчас у нас идут проторговки вниз. Здесь надо учитывать, что довольно неплохой покупатель, недовольны неплохие поддержки. Еще на этих уровнях тоже давал, что будем выходить за 0,27. И локально я, в принципе, рассматриваю ситуацию, то, что мы будем с вами вот в этом канале какое-то время болтаться. Здесь вот поддержка ниже. Вообще, конечно, ключевая 26,5 центов, потому что здесь был тест. И ранее тоже этот уровень довольно был значимый. Поэтому все-таки как-то бить тревогу я стал бы от этого уровня. Все-таки здесь бы уже фиксировался на более глубокий перезакуп. По крайней мере, здесь еще цент можно будет на перезакупе точно забрать. Но пока что движение за этот уровень я не рассматриваю локально и среднесрочно. Глобально, вероятно, еще вернемся. И думаю, что данный сетап, сразу хотел бы обратить внимание, что это на мелких таймфреймах, является сносом позиций, сносом стопов, которые были набраны вот здесь. И после какой-то проторговки в этом уровне мы опять пойдем к верхней границе канала. Совсем локальный прогноз, вероятно, здесь остановка движения к 0,27,3-0,27,4. Это где-то, наверное, плюс 2-3% здесь по Фиби нормально будет. Также хотел бы вам рассказать то, что на бирже Цекс, на которой я торгую, будет листинг монеты Телеграма Тон. Соответственно, листинг будет через несколько недель. Я еще, думаю, запишу по этому поводу отдельный видос. Но все равно лучше сейчас подготовиться. Ссылку на биржу вы можете найти в описании. Она реферальная, по-моему, дает какие-то бонусы. Но тут важный момент, что помимо того, что надо зарегистрироваться, надо еще и карту подключить, и аккаунт верифицировать. Потому что, как бы, мы занимаемся серьезными вещами. Я вообще не понимаю людей, которые там ищут без смс, без регистрации. Полная бредятина. Надо, если что-то делать, то делать по-серьезски. Если вы, соответственно, еще не заводили аккаунт на Цекс, я вам все-таки рекомендую это сделать. Рекомендую не для торгов, просто вероятность того, что на Цексе появится актив граммовский, настоящий, не фейковый. Довольно большая, и то, что он появится одним из первых. Поэтому я бы на вашем месте, ну, просто как минимум зарегистрировался и прошел бы там какую-то минимальную верификацию. Ссылку на биржу вы найдете в описании. А я постарался сегодня не затягивать выпуск, потому что действительно в последнее время довольно длительные у меня получаются ролики. В общем, лайк, подписка, комментарий. До следующего выпуска, друзья. Работаем.